Год исторической памяти, утраченный величественный храм Великого княжества Литовского в макете молодого архитектора. Пинчанин Алексей Пигулевский воссоздал архитектурный облик старого города, большую достопримечательность – костел святого Станислава. Объект поражает своей детализацией и объемами. Сегодня современные исторические реконструкции воссоздают с помощью компьютерной графики и раскраски старых фотографий. Но для молодого архитектора Алексея Пигулевского в приоритете человеческий труд. Самое главное для него – сохранить не только достоверность и масштабность проекта, но и местные тонкости. На весь этот макет, он был сделан у нас в Центре прощества вместе с нашими детками. Это ушло примерно где-то месяц, около месяца работы. Я руководил этой работой, помогали дети, что-то делал, конечно же, я. Так как уже были какие-то имеющиеся у меня материалы, мы делали уже по готовому материалу, то есть по чертежам, изучая исторические фотографии этого объекта. Кстати, история костела святого Станислава связана и с жизнью самого Алексея. Этот проект лег в основу его дипломной работы. Он собрал немало фотографий, планов и письменных свидетельств. К макету культового сооружения прилагаются папки с документами и чертежами. Архитектор изучал их, чтобы соблюсти архитектурные особенности. Во главе углам детализация. Я думаю, что интересно будет потом сделать еще дополнительно к нему еще макет коллегиума, дополнительных построек, которые были на территории этого монастыря и, возможно, в будущем передать этот макет музею. Очень мало кто в Пинске из, особенно молодых, молодого поколения знает о этом объекте. И хотелось бы как-то наглядно показать людям, что в Пинске у нас когда-то было, какого масштаба объект архитектурный мы имели. И это было бы интересно вообще даже для развития истории Пинска, людей знакомить с историей города, с объектами, которые были утрачены. Костел Святого Станислава – одно из важных зданий, которые формировали облик столицы Полесья. К слову, большую часть своей истории культовое сооружение было православным храмом. Сегодня зданию в стиле барокко могло бы исполниться примерно 375 лет. Роскошный объект пострадал в начале Второй мировой войны. В 50-х годах его снесли. Дети очень заинтересованы, потому что они узнают опять-таки о истории города. Они были даже удивлены, особенно младшие, самые младшие мои ученики, они были удивлены, что такой объект вообще был в Пинске. И они первый раз узнали об этом от меня. И это очень приятно, когда ты что-то детям новое вкладываешь, что-то даешь им какие-то знания, которых они раньше не знали. Масштабную работу подготовили для новой выставки, которая действует в областном центре инновационного и технического творчества. Проект посвящен году исторической памяти.